Это территория известного всем сочинцам детского лагеря «Ласточка». Построен он был в 54-м году. В этих когда-то уютных домиках с видом на море школьники проводили летние каникулы. Но уже десяток лет, как здесь царит, разруха. Использовать территорию раньше муниципалитет не мог. Все это время «Ласточка» была в долгосрочной аренде у Волжского завода резинотехнических изделий. Со временем руководство предприятия перепрофилировало детский лагерь под пансионат для взрослых, а потом и вовсе закрыло. Теперь эта земля снова возвращается к детям. Проект школы на 800 мест и летнего лагеря прошел экспертизу. Загвоздка была в сложности рельефа. Сегодня вопрос противооползневых мероприятий решен. Глава города Алексей Капайгородский поручил департаменту строительства незамедлительно приступить к делу. Активные работы должны начаться уже в первом квартале этого года. Эти проблемы мы все устранили. И сейчас вновь, пожалуйста, чистый объект, идеальная документация, никаких ошибок не должно быть. Спрос персональный. Мы строим эту школу надолго, чтобы она служила на благо города очень долго и радовала и детей, и родителей. Ольга Николаевна, уже нужно подбирать людей, руководящий состав, преподавательский состав, чтобы они уже понимали в каких условиях и как они будут здесь выполнять свои должностные обязанности. Это тоже очень важно. То есть параллельно все это мы начинаем делать. Все самое лучшее отдаем детям. И приоритет только на социальное строительство. Проект школы на Мамайке называют грандиозным. Здесь будет несколько корпусов, причем разных уровней. А соединять их будут специальные переходы. Сдача объекта в 2022 году. К слову, в этом году в Сочи начнут строить еще одну школу и сразу несколько пристроек. В первую очередь новые блоки появятся в образовательных учреждениях, где катастрофически не хватает мест. В этот список входит и 23 лицей на Виноградный. В ближайшее время здесь начнут возводить пристройку на 400 мест. В новый блок переедет начальная школа. У ребят будет не только отдельное здание, но и свое футбольное поле. Срок исполнения работ – 17 месяцев. Здесь же Алексей Капогородский дает поручение начать работу над новым проектом. Несколько лет назад на улице Пирогова начали строить больницу. В итоге не достроили. Тогда официальной причиной назвали нецелесообразность проекта. Сегодня решение мэра однозначное. Объект свести в рамках закона и организовать школу. Там проект утвердить со всеми надлежащими структурами, ведомствами. И в этом году, чтобы у нас уже проектно-сменная документация была готова, чтобы мы в 2021 году начинали ее строить. Финансирование все это мы максимально предусмотрим. С учетом загруженности этого микрорайона, мы его разгрузим вот таким способом. Делать реконструкцию долго и дорого. Поэтому уже в следующем году на Пирогова начнется строительство нового здания – школы на 800 мест. А в этом году новую школу начнут строить в Красной Поляне. Возведут и пристройку к школе номер 11 на Мацесте. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.